здравствуйте друзья сегодня мы обсудим пути способы легальной иммиграции в соединенные штаты начать надо с констатации очень простого очень важного факта страна закрыта для миграции друзья соединенные штаты нельзя просто так вот так и захотел и поеду кая в соединенные штаты хотя на сказать что многие страны так да нет не только здесь но есть исключения вот здесь да есть исключения поэтому если вы думаете а не поехать ли мне так на постоянное место жительства в соединенные штаты вы должны найти для себя подходящие исключения лучше если вы найдете несколько и так будете сразу в разных направлениях работать так даже лучше чем когда способ только один какие есть такие как бы понятные простые исключения мы так начнем с самого простого есть у нас green card лотерея вот действительно странное такое решили сделать для диверсификации страны из которых за последние пять лет приехало меньше 50 тысяч человек официально эмигрировали вот этим странам дается возможность участвовать в лотерее и вы все кто живете ну скажем так родились живете уже не важно где но вот и родились в этих странах вы можете участвовать в лотерее прелесть ее в том что не требуется ну ничего вот все что от вас хотят видеть это аттестат об окончании средней школы или его эквивалент не требует чтобы английский владели не требуется специальность была не требует чтобы было предложение работы не требует родственников но ничего ведь человек есть родился родился заходи вот такой можно сказать метод вагона так загрузили в вагон там вот и по месту же место прописки так сказать по месту рождения и давай такой вот способ это один самый такой простенький на самом деле мы их пока не сравниваем мы просто их перечисляем а сравнение мы сделаем отдельным таким видео чтобы не не замусорить семейная иммиграция в разных видах она представлена но один второй наш способ будет это брак с гражданином соединенных штатов на самом деле не обязательно с гражданином есть некоторые возможности у людей которые имеют статус постоянного жителя вот эту самую грин карту у них тоже есть некоторые возможности в этом плане но конечно гражданин это делает быстрее прям раз и там практически без особых без особых проблем ну ну конечно занимает там какое-то время там надо сколько-то заплатить адвокату иммиграционному и так далее но в общем то это все делается относительно быстро и надежно брак это номер два третье если у вас есть родственники близкие в соединенных атак близкие это значит мама папа ну родители дети вот это вертикаль и братья и сестры братья братья сестры 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 братья сегодня вот потому законодательство миграционного который сегодня работает есть определенная очередь вот по вертикали и по горизонтали самое быстрое это привести несовершеннолетних детей потому что если дети совершеннолетние это занимает намного намного больше времени особенно если там дети эти уже женаты там замужем совсем другая статья по горизонтали братья сестры это тоже очень долгая канитель но например привести родителей сегодня просто как вот как нечего делать несколько месяцев и все то есть они приехали вы на них заполняете бумажки и через полгода у них есть green card это быстрый такой путь это не то что вот а у меня есть двоюродная тетя вот можно ли к ней нельзя так нельзя значит родители дети братья сестры все и это только сейчас потому что есть шансы что законодательство изменится именно в сторону затруднения иммиграции по и по горизонтали и по вертикали то есть хотят обрезать вот эти концы посмотрим а есть значит раз два три воссоединение с родственниками четвертое беженская программа бывают люди вот беженцы иногда это называют политическое убежище разница между беженцам и политическим убежищем статусом беженца и статусом политического убежища состоят только в том где вы обратились за возможностью жить в сша так сказать спасаясь от преследования если это произошло в вашей собственной стране то вы подаете на статус беженца если вы приехали в сша и здесь подали то вы будете просить политического убежища все остальное то же самое никакой разницы нет вы можете сказать а где же взять преследование это отдельный отдельный вопрос вот но бывает что человеку и не подходит эти бывает нет родственников бывает он играет в лотерею и не выигрывает давайте каждый из этих способов имеет свои плюсы и минус значит так беженская программа программа для инвесторов вы можете инвестировать миллион долларов или 500 тысяч но тогда регионы где можно спить устами тысячами они ограничены есть такие области требующие усиленного развития вот туда можно из полмиллиона зайти эти деньги у вас не не то что забрали то есть не то что вы купили грин карту за миллион долларов или за 500 тысяч вы инвестируете в определенные программы которые утверждены нельзя просто так этого сделать выкладывать на деньги они там несколько лет будут работать все это время у вас и членов семьи вашей будет временная грин карта потом она станет постоянной в какой-то момент это занимает несколько лет но все это время и вы и члены семьи работают имеет право на работу то есть вы в общем нормально себе живете в моем понимании например очень многие люди живущие скажем москве там или в питере могут квартиру продать его так приехать тем более что даже даже полмиллиона в общем то работает так что есть такая программа ей очень мало кто пользуется надо сказать но тем не менее она есть дальше у нас есть программа которая позволяет не сразу но со временем перейти в статус постоянного жителя это когда вас нанимают на работу в сша вы знаете много программистов вот прижать физиков химиков ученых всевозможных и так далее вот они приезжают по рабочей визе а дальше их работодатель может подать на них на грин карту и они получат грин карту за за то что они вот обладают какой-то квалификации на самом деле совершенно не обязательно сначала приезжать по визе h1v а потом чтоб на вас подали на грин карту подать на грин карту можно даже когда человек в своей стране живет вот сказать вот живет там в бразилии один и он мне очень нужен но отказывается ехать по рабочей визе потому что гадачу жена не работает у меня жена специалист делай грин карту приедем там пошел так тоже можно то есть можно получить грин карту через квалификацию через работу потому что необязательно чтобы вы работали в сша вы можете и так тоже без того чтобы здесь работать а просто за квалификацию есть внутри корпоративный перевод это другой способ например живете вы пусть будет в минске и там есть компания ипам и не только там есть разные но в чат допустим ипам и вот у этого ипама есть офис в сша может быть несколько а есть офис в минске а может и в киеве а может и в москве и я знаю человека который работал девушка работала в офисе ипама в киеве и потом приехала на работу в соединенные штаты внутри корпоративным переводом если вы проработали в компании год и эта компания имеет офисы в двух странах вас могут перевести корпоративным переводом надо заранее только договариваться когда вы ищете такую работу и обговариваете условия найма вы говорите вот я хотел бы через год чтоб меня перевели и впоследствии сделали мне там грин карту то есть это можно сделать вас могут перевести корпоративным переводом и начать делать вам грин карту на месте это тоже такой вот путь ну можно сказать через работу есть тот же самый тип визы подразумевает что вы можете сделать бизнес но может быть это надо отдельной категории назвать вы можете сами если у вас есть какие-то денежки не безумно большие не обязательно безумно большие вы можете создать бизнес соединенных штатов там есть определенные требования но закосить под бизнес довольно сложно но но действительно есть люди которые как бы хотели бы продолжить бизнес который у них есть в другой стране хотели бы расширить его на другую страну или И сначала начать с полного нуля. Но, тем не менее, можно и так тоже приехать. И есть еще грин-карта для людей с экстраординарными способностями. Надо сказать, что круг экстраординарных гораздо шире, чем может показаться. Некоторые говорят, ну, если он лауреат Нобелевской премии, нет. Это может быть человек, который, допустим, практически любой кандидат наук и выше, уже имеет хорошее основание для того, чтобы рассматривать себя в этой категории. Спортсмены, то есть люди с достижениями в спорте, люди, которые книжки пишут, я не знаю, там стихи публикуются, ездят на конференции, выступают. Есть случаи, когда просто программистам давали такую визу. Не потому, что они именно программисты, но потому, что у них тоже есть некоторая экстраординарность, которая зафиксирована в каком-то формате. То есть не обязательно человек может прямо сказать, о, я сейчас пойду, и он уже готов. Может быть, это займет полгода-год упаковаться вот в этот формат, чтобы были конференции, поездки, публикации и так далее. Но это все тоже вопрос, который решается, если заниматься. И под завязку этой темы я хочу сказать, что первое. Вот мы перечислили 9 способов сейчас, других практически нет. То есть есть экзотика такая, знаете, вот, типа там жизни на Марсе. Есть. Но, в общем, как бы говорить об этом бессмысленно. Раз. Второе, что я хотел сказать, что некоторые считают или как-то вот говорят так вот, студенческая виза, говорят, вот эмигрировал по студенческой визе. Студенческая виза не является эмиграционной. Вы можете находиться здесь по студенческой визе неограниченно долго. Во всяком случае, сейчас вот никто вас не будет выгонять. Я знаю людей, которые по 10 лет были в стране на студенческой визе. Конечно, если вы тут и вы на студенческой визе, то вам проще. Вам проще, там, скажем, найти жениха, если хочется найти жениха. Ну, пару найти, да? Вступить в брак, если вы уже тут. Чем если это, там, скажем, из-за границы, там, по почте. Вам проще, если вы учились на какую-то профессию здесь, я не знаю, на того же, ну, какого-нибудь инженера такого расхожего, компьютерного, например. Вам проще здесь найти, получить рабочую визу и впоследствии, так сказать, прогрессировать в сторону грин-карты, получения грин-карты. Ну, конечно. Когда ты уже тут, когда ты заканчиваешь, там, получаешь бакалавра своего, там, или мастера, или PHD. И эти программы обычно связаны с тем, что дают выпускнику какое-то время на то, чтобы поработать в Соединенных Штатах. Ему разрешают работать. И во время учебы, там, немножко можно, и после окончания можно, и так далее. Есть вот эти вот программы, когда ты приезжаешь учиться, но ты при этом зарабатываешь какую-то денежку, но у тебя нет иммиграционного развития. Ты должен перейти в какую-то вот из тех девяти категорий, которые я рассказал. Да, либо это будет по браку, либо это будет, там, по беженству, либо это будет нахождение работы и переход в грин-карту. Или вдруг в вас разовьются какие-то ордеральные способности. Вот, может быть, вы там доучились до PHD. Или, может быть, вы учились на мастера, но при этом у вас была масса публикаций, вы выступали на конференциях. Почему нет-то? То есть это все, как бы, вполне развивается. Но студенческая виза не является иммиграционной. Студенческая виза просто позволяет вам находиться в стране. Ну и вот, собственно, все. Конечно, есть еще, так называемая, нелегальная иммиграция, можно сказать, номер 10. Но нелегальная иммиграция выпадает за рамки того, что мы объявили в теме нашего сюжета. Это все-таки грин-карт-лотерея. И ее альтернативы – это способы легальной иммиграции в Соединенные Штаты. Легальные. Вот эти 9 мы там и оставим. Счастливо и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok